МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате пожара никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Приговор вынесен по делу о создании финансовой пирамиды. В совершении этого преступления обвиняла жительница Лисаковска Шахерезада Исина. В результате ее действий, согласно обвинению, был причинен материальный ущерб в особо крупном размере 49 вкладчикам на общую сумму 86 миллионов тенге. В ходе процесса сама подсудимая вину не признала и заявляла, что является такой же пострадавшей, как и остальные. По словам адвоката потерпевших, действия Исины сказались не только на материальном благополучии людей. Переживания отразились и на их здоровье. Адвокат сообщила о двух инсультах среди пожилых вкладчиках и двух суицидах среди молодых. Суд счел вину, что Херезада Исиной доказано. Гособвинение просило наказать ее 8 годами лишения свободы в колонии с режимом минимальной безопасности. Но в итоге назначено было 6 лет заключения. Возмещение ущерба от нее потерпевшие могут попробовать добиться в гражданском порядке. Приговор не вступил в законную силу. Дело о незаконном предпринимательстве пересмотрено в Кустанайском областном суде. Изначально 42-летний Алексей Елисеев обвинялся в том, что с помощью созданного сайта занялся обменом криптовалютой, имея преступный умысел на осуществление незаконного предпринимательства вопреки запрету, установленному законом от информатизации. Менять реальную валюту на необеспеченные цифровые активы могли любые лица без выяснения происхождения денег. По первоначальной версии обвинения Елисеев в результате получил почти 6 миллиардов тенге. Суд первой инстанции счел, что обвинение смогло доказать незаконный оборот только 357 миллионов тенге. У Елисеева конфисковали компьютер, ему было назначено два года ограничения свободы. Но приговор был обжалован. Прокурор просил взыскать с Елисеева 5,8 миллиардов тенге и конфисковать автомобиль. Его защита просила отменить приговор. В итоге областной суд полностью удовлетворил всех от отайства обвинения. Елисеева арестовали в зале суда, заменив два года ограничения свободы на ее лишение. У него конфисковали японских внедорожных и запретили заниматься деятельностью в сфере цифровых активов сроком на 7 лет. Это решение может быть обжаловано только в Верховном суде Казахстана.